Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала и подписчики. Я сегодня хочу вам показать кое-что. Я думаю, что самые внимательные уже заметили, что у меня здесь изменилось. Опять куча горшков, потому что сейчас они мне уже лишние здесь. Будем убирать, будем пристраивать. Я решила, друзья мои, перейти на фитильный полив. Очень давно я об этом думала. Думала, как это все организовать, что и как. Хотелось мне, чтобы это было все в одном виде, в одном цвете, в одном свете. Посмотрела, сколько стоят вот эти прелестные горшочки у нас в магазине и на просторах интернета. И оказалось, не дешево, совсем не дешево, что не очень радует, да? Один горшочек у нас стоит для фитильного полива 5-7 евро, да? А мне их нужно как минимум горшков 20-30. Ну, представьте, 150 евро как-то не очень хочется выкидывать. И поэтому я придумала способ попроще. И намного дешевле, и также эффективнее. Я просто взяла бутылку пустую из-под воды, обрезала ее нужной длины, вытащила горшок, фиалку из кашпо вместе с грунтом, просунула туда два вот таких шнурочка у меня красного цвета. Красный, подумайте, почему вы. Ну, во-первых, это мой любимый цвет. А во-вторых, красный цвет здоровья, благополучия, удачи. Поэтому я их тоже сюда так вот решила по феншуй, так скажем, сделать, да? Налила туда бутилизированную воду. И думаю, что смотрится даже все очень-очень хорошо. Бутылки я подбирала специально такие, чтобы качество пластика было тоже как бы не очень самое противное, самое такое уж никакующее, да? Оно очень хорошее, прозрачный цвет имеет все. И бутылочки такие я взяла, видите, они немного такие как квадратно закругленные. Как бы даже смотрится приятно. Не знаю, мне очень-очень нравится. Я считаю, это намного лучше, нежели я буду покупать уже готовые горшки. Готовые горшки можно купить, ну, пару штук можно купить, конечно, если уж прям совсем не в многоту, да? Потому что, например, если у меня растение большего диаметра, горшок, такой как больше 22, то, конечно, вот такую бутылку я использовать не смогу, друзья. Так, Валерка начинает баловаться. Валерка, хватит, а? Потому что он хочет себе внимания и начинает баловаться. Так, что я хотела сказать? Не каждый размер бутылки может соответствовать вашему горшку, да? И поэтому в некоторых случаях, конечно, придется заказывать отдельно, если приспичит, да? Вот. Тюльпаны у меня еще стоят. Смотрите, третья неделя еще стоят. Уже начинает вид портиться, но два еще нормальных. Пусть стоят, пока листья зеленые. Так. На фитиль я перевела такие растения, как фиалки. Также колонхоя. У меня еще несколько штук тоже я их также поставлю. Нефролепис папоротник. Потом примулу комнатную свою. Пепперомию. Аспарагус тоже буду переводить. И сциндаптус, скорее всего, тоже пойдет у меня на фитиль. Также хочу туда отправить фикус эластика, каучуконосный. Тоже туда хочу так сделать. Во-первых, друзья, чем больше растений, тем проблематичнее к ним подходить. С места на место растений тоже двигать, передвигать каждый раз. Это не есть хорошо, да, для цветочка. А вот так он будет стоять. И все, все, все прекрасно. Он питается сам, сколько ему нужно. Он себя вбирает, так скажем. Кстати, можете даже размешать воду, прежде чем туда добавлять, с каким-нибудь препаратом, да, с удобрением, который вы используете для растения. В нужных частях все разбавить. И потом разлить вот так по горшочкам и поставить их. И они всегда будут поступать к ним, вот эти вещества нужные. Можно сказать, каждый день. Вот сколько им надо, столько они и возьмут растения, да. А лишнего они в себя не возьмут. Вот так вот. Поэтому я думаю, что это очень хороший вариант, очень хороший способ, чтобы упростить себе работу. И ваши цветы, я думаю, тоже будут вам благодарны и будут рады. Особенно, когда слишком жарко уже будет вот лето, весна. Поливать их надо чаще, намного чаще, чем зимой и осенью. Поэтому, я думаю, это выгодное решение. Спасибо всем большое за просмотр. Пишите свое мнение. Может быть, кто-то уже тоже пользуется таким способом. Мне будет интересно услышать и узнать ваше мнение. Оставляйте комментарии. Я всегда вас рада видеть у себя в гостях. Рада читать. Рада с вами общаться. Но я желаю вам, как всегда, здоровья, счастья вам и вашим близким. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...